Сегодня жители нашей планеты отмечают День здоровья. Каждый год рассматриваемая проблемная область иная. Соответственно, и проходят подобные мероприятия под разными девизами. Маленький укус – источник большой опасности и лозунг этого года. Речь идет о комарах, клопах, клещах и пресноводных моллюсках. Порой они гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд. А значит, говорить об этой проблеме и предотвращать ее необходимо. Если говорить о статистике, то мы отслеживаем основные заболевания, которые передаются кровососущими. Начали нестоногими. Эти заболевания – клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Говоря цифрами, то за 2013 год у нас по области 27 случаев клещевого энцефалита. За предыдущие 2011-2012 годы мы имели 37-38 случаев соответственно. Уходя в лес или на природу, я скажу, что в эти периоды надо, прежде всего, хорошо одеваться. То есть одежда должна быть всегда плотно застегнута. Рукава вокруг шеи, на ногах должны быть обязательно сапоги застегнутые, чтобы не было доступа клещей для проектовения на тело. Не менее важной темой в области здравоохранения является и здоровый образ жизни. Современные ритмы очень часто лишают человека возможности заниматься даже любительским спортом. И чаще всего по нашей собственной вине. Весна – пора пробуждения и активных действий. Самое время, если это откладывалось в долгий ящик, стать более активным. Очень мало у нас молодежи катающихся на велосипедах. Мамы молодые часто колясками, не чтобы погулять, они садятся в остановке, подъезжают одну-две остановки до какого-то магазина. Это все то же самое, это гиподинамия, которая влечет к себе вот такие вот негативные последствия. Вызывает гиподинамию такие заболевания, как инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия, сахарный диабет, остеопороз. Здоровый образ жизни вести, активный, быть оптимистом по жизни, не унывать, хорошее питание, с людьми общаться, с природой. Весна – пора года хорошая такая, почаще на свежем воздухе бывать, беречься. А вы сами соблюдаете все эти правила? Ну, стараюсь, да. Живу на природе, возле леса, чаще с детьми гуляю на улице. Борьба с болезнями напрямую зависит от желания самого человека создать для себя здоровое будущее. А для этого необходимо предотвратить разрушение среды обитания и изменить свое поведение. И чем больше людей осознают эту истину и начнут делать все возможное, чтобы сохранить самое ценное, тем больше на нашей планете заиграет ярких красок, созданных настроением здорового населения.